всем привет сегодня обзор квартиры в клубном доме вивальди город тюмень поэтому кто собирается там покупать обязательно смотрите это видео я сейчас буду разбирать конкретную квартиру и возможно это вам поможет в принятии решения а кто не покупает в этом клубном доме квартиру тоже смотрите потому что мои разборы всегда полезны именно тем что я стараюсь логически объяснить что так а что не эдак в той или иной квартире поехали и так передо мной квартира студия общей площадью 37 квадратных метров клубном доме вивальди и как нам обещают менеджеры по продажам в частности татьяна это квартира позволяет вам наделать таких дизайнерских чудес ну что просто загляденье эта квартира такой свободной планировки ну что прям вот все что угодно можно сделать но во первых глядя на эту квартиру сразу же бросается в глаза и и вытянутость и окно с одного единственного торца вопрос а как же здесь по-другому что-то расположить например с одного края ванная с другого спальня это вариант от застройщика если я хочу перенести ванну в какое-то другое место сразу возникает вопрос зачем да и потом если я это сделаю то я же этими стенами от ванной комнаты загоражу солнечный свет которого здесь и так будет мало потому что окно где-то далеко далеко в торце всей этой квартиры ну сами смотрите расстояние такое что солнечные лучи у вас закончатся где-то примерно вот здесь ну то есть если солнышко где-то сверху светит вниз она попадает в оконную раму и соответственно окно отбрасывает тень на пол а дальше уже пошла тень и дальше все темнее 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 и если я захочу эту ванну перенести например например куда-то в центр то она загородит весь оставшийся свет а соответственно мы уже не можем это сделать то есть в чем свобода как бы свобода это уже немножко ограничено более того это самая ванна ограничена толстенными стенами а это значит это стены несущие несущие стены мы убрать не можем и если бы даже мы убрали оттуда ванную комнату то что мы поместим в пять квадратных метров кухню это мало спальня не влезет гостиная глупо вот и получается что ванна останется там где она есть сейчас дальше прихожая ну кстати говоря неплохая прихожая при всем прочем то есть есть большой шкаф есть где развернуться окей идем дальше ну то есть понимаете прихожая в другое место тоже менять смысла нет идем дальше дальше у нас кухонный гарнитур после него гостиная и потом спальня что мы здесь можем поменять местами кухня могли бы мы ее перенести в другое место наверное могли но у нас сразу же возникнут сложности со стояками все стояки наверняка проходят вот именно в этом месте холодная горячая вода труба канализация вентиляционная шахта кухня должна быть привязана к этим коммуникациям чем дальше мы относим тем сложнее к ним присоединить все эти штуковины ну понимаете да технические вопросы поэтому относить куда-то ее уже как-то но не очень получается с точки зрения функционала хотя можно но а что мы поставим на место этой самой кухне спальню глупо потому что получится спальня на самом проходе мы что через прихожую заходим в спальню а потом в гостиную так что ли нет неудобно поэтому здесь либо кухня либо гостиная могли бы мы вместо кухни гостиную кухни вместо гостиной могли бы но вопрос зачем то есть получится все то же самое только мы себе усложним жизнь до с точки зрения того что нужно тащить коммуникации вот и получается что у нас квартира разделилась на несколько частей санузел то есть ванна прихожая кухня гостиная и спальня это зоны так называемый их здесь всего пять мы их можем только менять местами только вот вопрос зачем так вот у меня вопрос татьяна а в чем свобода в чем свобода планировки объясните мне пожалуйста а я отвечу это очередная маркетинговая уловка поздравляю работает ну продается же ну и слава богу вот почему я вам звоню джон кое-что совершенно случайно попало мне в руки это возможно лучший вариант который я видел за полгода ну а теперь главное правильно ли расположены эти зоны с точки зрения логики и здравого смысла мне кажется нет объясню почему но вот смотрите где то место в квартире где мы больше всего проводим времени наверное все таки это кухня мы там готовим мы там едим мы там принимаем гостей общаемся смотрим телевизор короче говоря там проходит вся наша активная жизнь если кухня с гостиной совмещены то именно там проходит вся наша активность а это значит что это пространство должно быть хорошо освещено а она в этой квартире совершенно не освещено почему потому что рядом с окном спальня а вот как раз в спальне мы спим и нам хочется за что лица понимаете то есть от света так сказать оградиться где логика объясните я не очень понимаю рядом с окном должна быть кухня и гостиная а вот спальня куда-то подальше от окна а здесь все наоборот но еще хотел пару слов сказать о кухонном гарнитуре обратите внимание как здесь этот предмет мебели огибает вот этот вот технологический столб в котором спрятаны все коммуникации и получается что кухонный гарнитур у нас буквой п он с этой стороны загибается и вот с этой но как бы обнимает вот этот вот выпирающий столб у меня вопрос а как пользоваться вот этой вот нишей кухня имеет глубину 60 сантиметров все что дальше уже сложно дотянуться рукой ну то есть что нужно вы вы что будете модуль кухни отодвигать и туда что-то ставить хранится нет вы просто зашьете вот это пространство и все а между прочим вы за него заплатили деньги более ста тысяч рублей за квадратный метр вот здесь сколько квадратных метров но примерно 0 3 ну то есть примерно тысяч так 40 30 вы так выкинули так сказать с барского плеча ну на забирай понимаете ну то есть вот какая-то непродуманность вот этого узла с другой стороны тоже кухня загибается и как бы непонятно как этим пользоваться на то что то есть что нужно кухню обойти вот таким образом так и чтобы что там что будет чайник стоять тостер ну возможно но как-то все равно это не очень особенно с точки зрения дизайна хотя ребята молодцы сделали 3d модель и глядя на нее вот так вот немножко под углом ты думаешь о так вот уже она как все красиво и замечательно подходит но ребята я вас расстрою когда вы в жизни начнете это все оформлять будет несколько иначе и вы возможно немножко огорчитесь потому что как-то дизайн не очень так сказать получается дизайнерским потому что все эти углы и уступы мешают как раз таки создать хороший гармоничный дизайн вот такая вот история вообще эта квартира натолкнула меня на ассоциацию с вагоном но такое знаете если бы была квартира на колесах то она бы выглядела именно так единственное окна были бы не с торца а по бокам и это конечно бы гораздо было бы более интересно нежели в этом примере когда мы имеем одно единственное окошечко кстати говоря очень небольшое которое нам дает чуть-чуть ну совсем немножечко солнечного света вопрос а можно ли здесь что-то сделать но конечно можно дизайн друзья творит чудеса на этом и есть дизайнеры чтобы из какой-то непонятной колбасы сделать хороший гармоничный удобный дизайн но на этом все друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза а